Приветствую вас. Сейчас расскажу вам об актрисе Алене Хмельницкой. Алена Хмельницкая получила широкое признание после выхода на экраны фильма «Сердца трех». Фильмография актрисы насчитывает около 70 картин. Несмотря на свою красоту и харизму, она так и не смогла стать счастливой, но долгое время сохраняла теплые отношения со своим бывшим супругом Тиграном Киосаяном и его новой женой Маргаритой Симоньян. Алена Хмельницкая родилась в 1971 году. Ее родители занимались балетом в Большом театре, провели более 20 лет на сцене, а после завершения карьеры посвятили себя преподаванию и созданию хореографических постановок. Алена никогда не испытывала недостатка в их внимании. Когда девочке было 8 лет, и ей потребовалась операция по удалению аппендицита. Мать Алены, будучи в то время известной и востребованной балериной, устроилась работать нянечкой в больницу, где лежала ее дочь. Она хотела, чтобы Алена не испытывала страха и знала, что мама рядом. Несмотря на любовь родителей к балету, они сразу решили, что балетное будущее для дочери не подходит, так как ее способности не совсем соответствуют требованиям. Но Алена не была огорчена этим решением. Во время одного из спектаклей «За кулисами», где ее родители ставили хореографию, она увидела работу актеров и сразу влюбилась в эту профессию. Алена с детства была знакома с Янковским, Абдуловым, Леоновым. После окончания школы Алена была принята в школу студию МХАТ на курс Ивана Тарханова. Еще будучи студенткой, она получила роль Кончиты в знаменитом спектакле «Юнона» и «Авось», пусть и во втором составе. Алена вспоминала, как этот кастинг стал настоящим подарком судьбы. Роль Кончиты привлекла множество претенденток, и все они прошли танцевально-песенный конкурс, исполняя сцену из спектакля перед строгой комиссией, возглавляемой Марком Анатольевичем. Хотя Алена была дублирующей актрисой, ей повезло несколько раз выйти на сцену с Николаем Караченцевым во время гастролей в Нью-Йорке. Она прослужила в театре «Ленком» до 1994 года, а потом ушла в декретный отпуск и больше не вернулась. Кинокарьеру Алена начала еще в подростковом возрасте, снявшись в эпизодической роли в фильме «Карамболина Карамболета». В начале 90-х ее популярность взлетела после главной роли в приключенческом фильме «Сердца трех». На сегодняшний день в фильмографии актрисы насчитывается более 70 работ в кино и сериалах. В личной жизни Алены было немало заметных фигур. В юности она встречалась с художником Андреем Делосом, который впоследствии стал успешным российским ресторатором. Затем был роман с Егором Кончаловским, но их отношения в основном были на расстоянии, так как Егор учился в Англии. В итоге пара рассталась. У Алены был краткосрочный роман с начинающим актером Никитой Джигурдой. В нее был влюблен Гоша Куценко. Алена и Тигран Киосаян познакомились давно, они часто пересекались на съемочных площадках Массфильма, где Тигран снимал клипы и рекламные ролики. Однажды он предложил ей сняться в рекламе, и их профессиональные отношения вскоре переросли в любовь. Они сыграли великолепную свадьбу на арендованном судне, проплыв по Москве-реке. В 1994 году у пары родилась дочь Александра. В 90-е годы как у Алены, так и у Тиграна были финансовые трудности из-за нехватки работы. Когда Антон Табаков начал искать исполнительного директора для модного бутика в центре Москвы, Алена охотно согласилась взять на себя эту должность и проработала там три года. Как только ситуация в киноиндустрии улучшилась, Алена вернулась к любимой профессии. Алена и Тигран долго мечтали о втором ребенке, но их мечта оставалась нереализованной. В конечном итоге, после обращения к врачам в 2010 году, когда Алене было 39 лет, у них родилась дочь Ксюша. А уже через четыре года после этого счастливого события в СМИ появилась неожиданная новость о разводе пары, которая пробыла вместе 20 лет. Оказалось, что еще с 2012 года у Тиграна начались отношения с Маргаритой Симоньян. Несмотря на это, развод прошел мирно, и бывшие супруги продолжили поддерживать связь ради детей. Вскоре Алена даже подружилась с Маргаритой, но вся дружба и хорошие отношения закончились с началом политического конфликта. Несмотря на ее позицию, Алена Хмельницкая не планирует следовать примеру своего коллеги, актера Анатолия Белого, который уехал из России. Напротив, актриса продолжает жить в Москве и активно участвует в российских проектах. Тигран Киасаян выразил мнение по поводу политической позиции бывшей жены, а на мать моих детей, я пытался объяснить ей, она не слышит. На данный момент Алена Хмельницкая уже два года не общается с Тиграном Киасаяном и его женой Маргаритой Симоньян. В июне актриса отпраздновала 14-летие своей младшей дочери Ксении, отметив, что это праздник не только для Ксении, но и для нее самой. Менее полугода назад Алена Хмельницкая впервые стала бабушкой, их с Тиграном Киасаяном, старшая дочь Александра, родила сына Гаспара. Актриса с радостью приняла новую роль бабушки. В данный момент сердце Алены свободно, и она не состоит в отношениях. Подписываемся. Ставим лайки. Комментируем. Продолжение следует... Продолжение следует...